Всем привет! У нас сегодня встреча по нейрографике. Мы будем рисовать и заземлять пять элементов усин, так называемый, которые связаны с восьми элементами и со стихиями, такие метаэлементы, так называемые. Ну и нейрографика очень классно их интегрирует. Ира будет вести сегодняшний процесс. Я думаю, поговорит об этом. У нас было до этого, напомню, две нейрографики. Мы рисовали нашего портального животного. Возможно, он где-то рядом даже стоит. И нашего хранителя, называемого нейрографика с тотемным животным. Ну или вообще просто с животным, которое проявляется через нейрографику. Красивый и мощный процесс у нас созрела. Распаковать чуть больше цвета. Вот это основной принцип цвета. И у Иры властный процесс. Она изучает эти пять элементов. У нас была одна сессия. Это очень мощное. Какое-то понимание циклов и влияние цвета. Это вот. Даю слово. Нет, мы сейчас делаем паузу три минуты. Соберёмся здесь. И те, кто смотрит записи, присоединяйтесь к паузе тоже. Можно расположиться удобно. Обычная пауза три минуты. Или с мудрой портального или мудрой хранителя. Или как захочется. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через колени, локти, плечи, таза, бедренные суставы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И начинаем объединять на листе бумаги... Какие-то мелкие раздробленные кусочки... Это и происходит архетипирование и работа с элементами... Вот... И в принципе можно не знать усин и работать только с этим... Это тоже рабочий инструмент... Но когда я сама начала изучать эту тему и разбираться... И поняла, насколько он обогащает и раскрывает вообще... Практическую базу рисование... Или вообще понимание того, что я рисую, для чего рисую... Вот... И усин... Супер универсальная какая-то концепция... Это концепция философская... Ее нужно воспринимать как концепцию... Точно так же с ней экспериментировать... Как, например, мы экспериментируем с дизайном человека... Вот... И она такая объемная... И мы сегодня только... Как бы коснемся ее... И запишем куда-то уже в наше бессознательное... Вот это вот колесо из элементов... Как они связаны... И, например, к какой физиологии они относятся... Но в дальнейшем можно его использовать... И для работы со здоровьем... И для работы с каким-то проектом... И как диагностический инструмент... Он очень хорошо работает... И, ну, это будет каким-то вдохновением... Как раз для следующих наших встреч по нейрографике... Если они состоятся... Да... И работы с циклами тоже... Вот... Сейчас я включу картиночку... У нас нет задачи ее прям запомнить сейчас... Наизусть... Но просто как-то на нее смотреть... И соединяться... Можно... Так... А я перестала видеть, да? Когда вижу картинку... Не особо уверена, как на телефоне вроде... Но мы тебя видим и слышим... Хорошо... Хорошо... Вот... У нас есть колесо... Состоящее из пяти элементов... И откуда эти элементы берутся... Ну, в общем... Из концепции, что сначала было дао... Или, точнее, ничего не было... Потом появилась ин и ян... Как противоположности... И уже после этого... Как противоположности появились... Появились пять элементов... Дерево... Огонь... Земля... Металл... И вода... В дерево у нас получается... Зеленый крыжочек... Огонь... Красный... Желтый... Это земля... Белый... Это металл... И черный... Или еще он темно-синий... Это вода... Вот... И на этом колесе Усин... Строится вся китайская медицина... Которая уже много лет... И она... Очень хорошо работает... Ее используют... Иглотерапевты... Рефлексотерапевты... И, мне кажется, остеопаты... Многие ее знают... И другие специалисты... Которые работают с телом... В каком-то... Холистическом подходе... Вот... И это колесо... Очень... Точно... Вписывается в календарный год... То есть у нас, по идее, 4 сезона... А элементов 5... И получается... Элемент огня... И элемент земли... Это два элемента... Которые... Включают лето... Ну то есть, например... Год начинается... Давайте я, чтобы не путаться... Тогда начну с первого элемента... С чего все начинается? Начинается все... С дерева... Дерево... Это первый элемент... Начало... Или начало любого цикла... И в китайском календаре... Это прям начало нового года... Китайского нового года... Это начало февраля... Но в нашем... Например, климатическом... В нашей климатической зоне... Это чуть позже... Начинается где-то... В марте... Ну то есть, нет прям точного... Какого-то дня... Когда начинается, например, дерево... Это все тоже такое... Очень гибкое... Как и китайский Новый год... Когда начинает что-то распускаться... Тогда и начинается дерево и весна... Вот... И... Элемент дерева... Так... Мне... Из-за того, что я вас не вижу... Не понимаю... Доступно ли я вещаю или нет... Но вы можете иногда... Голосом что-то говорить... Или писать в чате... Супер... Да... С элемента дерева все начинается... Это весна... И это начало марта... В нашем календарном годе... И по физиологии... Получается... Этот элемент... Дерево... Или он еще... Элемент ветра... Он связан с желчным пузырем... И печенью... Получается... Тот орган... Который снаружи... Нашего... Круга... Это... Янский орган... Тот орган... Который внутри круга... Это... Инский орган... То есть... Плотные органы... И полый орган... Полые органы... Это янские... Плотные... Это инские... Вот... И это важно тоже как-то для себя сейчас запомнить... Что есть... Две категории органов... Потому что... Если вы будете свое, например, здоровье с этой концепцией разбирать... То там тоже есть важные различия... Я, может быть, после того, как скажу колесо... Какой-то пример по своему здоровью приведу... Как я его разобрала по колесу... Вот... Помимо физиологии... Каждый элемент еще как-то связан... Не просто с циклом годичным... Он еще связан с циклом нашего проживания... То есть это первый цикл... От нуля до двенадцати лет... И это такой... Очень подвижный элемент... Любопытство... Характеризует дерево... Это такой любопытный ребенок... Который... Должен, по крайней мере, куда-то бежать... И все время что-то новое узнавать... И таким образом потенциал дерева... Например, в нем очень гармонично раскрывается... И если у ребенка нет такой возможности... Ну, например, изучать свободно и исследовать мир... То, соответственно, элемент дерева... Может прийти в какую-то дисгармонию... И это может повлиять на работу как раз желчного пузыря... Печени... И потом в дальнейшем... Ну, это прохождение там по кругу усин... Может быть, тоже каким-то... Не очень здоровым, что ли, если так сказать... Вот... И получается... Так как есть положительные какие-то проявления каждого элемента... То есть и негативная какая-то сторона... Ну, ее тоже нельзя назвать прям то, что есть у нас... Положительная и отрицательная... Такое все тоже... Какой-то характер исследовательский... То есть у любопытства... Например, сниженная очень концентрация... Элемент дерева... Он не может долго поддерживать фокус внимания на чем-то... Он такой, типа, очень динамичный и подвижный... И плюс еще у каждого элемента есть эмоция... Какая-то сопровождающая его... И у дерева это гнев... То есть это может быть тут и какой-то непрожитый гнев... Который, соответственно, снова влияет на физиологию... Желчного пузыря или печени... Либо слишком очень активный гнев... Который опять начинает эти органы как-то перегружать... Вот... И понятное дело... Так как начинается весна... И это вот совпадает с элементом дерева... То это такая там у нас... Даже если по календарю смотреть... Это посты... И, соответственно, какой-то детокс печени... Очень классно в это время делать... И вообще... Я сама еще как бы... Собираюсь это сделать... Но такая есть информация... Что если, например, пройти... Весь годичный цикл полностью по колесу... И поработать в определенное время года... С физиологией элемента... То можно очень сильно выровнять свое здоровье... Это называется там... Встать на колесо усин... Ну, например, весной запустить чистку печени... Затем перейти там на работу с огнем... Тонким кишечником и сердцем... И, соответственно, потом уже остаток года... Поддерживать уже пищеварительную систему... И почки там с мочевым пузырем... И цикл тоже годичный... Он разворачивается по той же схеме... То есть в принципе... То есть сначала очень много сильно янских элементов... И потом они доходят до такого тотального инь... То есть вообще самый ян... Это огонь... Следующий элемент после дерева... Мы к нему перейдем... И тут очень интересно с огнем... То есть у него... У всех элементов по два органа... У огня этих органов четыре... И точно так же есть внутренний... Плотный... И он жизненно важный получается орган... Это сердце... И внешний полый янский орган... Это тонкий кишечник... И плюс здесь еще есть одна пара органов... Это перикард... Дополнительный иньский орган... И тройной обогреватель... Тройной обогреватель... Такая специальная тоже... Система... Три полости в организме... Которые только есть в этой концепции китайской медицины... Я думаю, что такие подробности мы сможем на встрече... На личную обсудить... Когда будем... Если у вас точнее будет потребность... Чуть больше разобраться... И про огонь... Что важно сказать... После того, как проживается цикл дерева... Любопытство... Приходит цикл огня... Это период с 12 до 24 лет... И это уже появляется устойчивый интерес... То есть это уже определяется какое-то предпочтение... И у внимания появляется возможность этот интерес поддерживать... И плюс еще это очень сильно связано с гормональной системой... Страсть... Взаимодействие с противоположным полом... Либо это может быть так же как бы... И тут вот... Либо, может быть, это очень сильный интерес... Если, например, как бы... Чересчур проживается огонь... Либо это отсутствие совсем интереса... Может быть, в этот период... Ну, если так смотреть... Вы можете прямо сейчас на себя как-то примерять... Какой ваш огонь был в период с 12 до 24 лет... Вот... И... Эмоция, связанная с огнем... Это радость... То есть насколько радость в этот период... Для вас была естественным проявлением... Такой типа радость... Кайф... Интерес... Кайф... Такое слово... Очень гормональное как будто бы... Еще огонь... Связан, получается, эндокринное... Гормональное... Сердечно-сосудистая... Вся система... И он связан с жаром... И этот период начинается... Соответственно, это первая половина лета... Ну, то есть это конец мая... Июль... Получается... Там может быть начало июля... То есть когда наступает самая жара... Вот... И, например, что может происходить... Ну, соответственно, может в это время активизироваться... И... Как-то... Сбоиться... Или там что-то происходит с работой тонкого кишечника... Или сердца... То есть жара... Может быть, там появляется отдышка... Или какое-то затрудненное дыхание... Или вообще что-то там с грудями происходит... Либо нарушается там пищеварение тонкого кишечника... И с этим что-то может происходить в жару... Ну, то есть... И дальше мы посмотрим... Как можно с помощью вот взаимодействия элементов... Балансировать... Например, этот период... И дальше двигаемся по колесу... Третий желтенький элемент... Это земля... И это центральный элемент... И это, получается... Конец лета... Июль-август... Такое межсезонье... Ну, получается... Не самая жара... И еще не осень... И он... Идут два органа, получается... Внешний — это желудок... Янские органы... Внутренний — это селезенка... Тут написано... Тут парный орган... Селезенка и поджелудочная... Они вместе всегда идут... И, получается... Элемент земля... Он очень сильно отвечает... За... Центрированность человека... И это период... Двадцати четырех... До тридцати шести лет... Период еще осознанности... Когда у нас вообще возникает... Такое... Желание... Задуматься... И вот оно может тут тоже быть в крайности... То есть это может быть... Либо осознанность... Либо тревожность... Излишние сомнения... И тревога... То есть этот период может быть очень... Незаземленный, что ли... Вот... Ну я прям пошла... Я думаю, это нормально... И дальше... После земли у нас идет металл... 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 Два органа... Это легкий и толстый кишечник... Легкий... Это внутренний орган... Минский... Толстый кишечник... Это... Внешний орган... И металл... Это период... С тридцати шести... До сорока восьми лет... И это... Период... Когда... Ну то есть... Как сказать... Не то, что у всех обязательно это происходит... Но было бы классно... Если бы в это время... Человек начал работать со своей волей... То есть со своей жесткостью... Со своей формой... С проявлением своей воли и характера... И как-то типа структурировать... Вот эти все три предыдущих периода... Период дерева... Где накоплено любопытство... Период огня... Где уже какой-то устойчивый интерес... Дал какие-то уже... Плоды... И они отрефлексированы были... Например, в элементе земли... И тогда металл... Может... Выстроить какую-то структуру... И используя упорство... Продолжать... Работать... Вот на основе этих трех предыдущих элементов... Ну и соответственно... Что может быть... Вот в этот период... Может там... Как-то происходить... Перегруз там... Толстого кишечника и легких... И это может быть... Происходить из-за того... Что, например... Мы... Как-то негармонично прожили предыдущие три этапа... Либо мы слишком жесткие... У нас слишком много металла... Слишком много структуры... Слишком много упрямства... И жадности... Да... Там еще вот это... Есть такая жадность... И энергия у металла... Это такая тоска и печаль... Потому что это осень... И тут... Металл можно сгармонировать... Через то... Что... Найти... Способ... Взаимодействия с этой тоской... И печалью... То есть не падать в меланхолию... А как-то ее проживать... И даже получать какое-то вдохновение... Из этой тоски... И печали... И грусти... И, соответственно... После металла... У нас такой завершающий... Элемент... Вода... И это возраст с 48 до 60... Но вода... Это как бы одновременно и завершающий элемент... И одновременно это элемент... Который идет до рождения... Это пренатальные околоплодные воды... Это 9 месяцев до того, как мы рождаемся... И органы, которые связаны с водой... Это почки и мочевой пузырь... Почки... Это инский орган... Плотный... Мочевой пузырь... Полый... И вода... Связана со страхом... То есть это есть такое... Все, мне кажется, знают... Что страх бьет по почкам... Если много страха... То, соответственно, идет сбой работы почек... Потенциал воды быть мудрым... Таким очень глубоким... Интуитивным... Мудрым, но уже неупрямым... Как металл... И не таким жестким... Но... Например, присутствие воды... Оно может быть... Проявляться как такая критичность... Это такой ворчливый старичок... Который все критикует... И всех как бы... Мучает тем, что он все знает... И дается... Вот... Важно на этом колесе... Для сегодняшней работы... Ну, то есть... Я сейчас прямо просто коснулась... Можно еще очень долго рассказывать... Про каждый элемент... Как будто бы важно сейчас просто познакомиться... И почувствовать... Немножко характер у каждого элемента... И помнить, как они друг на друга влияют... Вы можете посмотреть на рисунок... Тут есть вот круг... Со стрелочками... И внутри звезда со стрелочками... И это... Как бы два цикла влияния... Влияние по кругу... Это такое поддерживающее влияние... Где каждый предыдущий элемент... Является таким... Материнским элементом для следующего... То есть... Смотрим на картинку... Дерево... Рождает огонь... Соответственно, дерево горит... Для того, чтобы... Ну, то есть... Для того, чтобы огонь был... Нужно поджечь дерево... Так... Можно запомнить это... Огонь... Когда остывает... Остается пепел... Нападает на землю... Из него формируется земля... Следующий элемент... Внутри земли... Под давлением какой-то массы земли... И... От изменения температур... Формируется металл... И, соответственно, когда металл... Он конденсирует воду... Вода, соответственно, питает дерево... И так элементы по кругу себя питают... Вот... И тут можно... Это колесо использовать там... Следующим образом... Например, у вас есть... Я не знаю сейчас... Вот... У меня проблемы с мочевым пузырем... Я могу долго работать с мочевым пузырем... Например... И эта работа может приносить какие-то плоды... Но быть не на 100% успешной... А могу... Начать работать, например, с толстым кишечником... И автоматически, если там тоже есть какой-то сбой... То мне только одна работа с мочевым не поможет... Ну, например... Работа с толстым кишечником... Автоматически исцелила мой мочевой... Ну, это прям какая-то реальная история... Которая произошла за две недели... Пока со мной там усин было... И это какой-то прям супер-инсайт... Что для того, чтобы работать с органом... Я могу включать какие-то дополнительные... Моменты... И второй круг влияния... Он подавляющий... По звезде идет... То есть это орган... Это элемент, который подавляет... И также смотрим... Получается... Вода... Подавляет... Лавит металл... Металл рубит дерево... Дерево разрушает землю своими корнями... Земля впитывает воду... Вот... И сейчас вот прям... Нужно попробовать... Запомнить... Вот это вот... Влияние по кругу... Как поддерживающее... И влияние по звезде... Как подавляющее... Один элемент подавляет другой... Сейчас выключу картинку... Потому что хочу вас увидеть... Так... Вы живы? Все хорошо? Ну то есть это прям такая теория... Но она нам нужна как знакомство... Дальше мы когда будем рисовать... Я еще раз все равно повторю... В процессе рисования про каждый элемент... Как он друг на друга влияет... Еще что-то... Сейчас можно... Задать какие-то прям... Вопросы срочные... Если это... Что-то непонятное было... И... Прояснить... И... Мы потом приступим уже... К рисованию... Катерина... Давай ты спроси что-нибудь... Я сразу хочу эфир... Где мы вдвоем поговорим... Я про колесо... И про 8 элементов... А ты про 5 элементов... И посмотреть... Как это еще... Все переплетает... Когда у нас была сессия... Мне очень откликнулось... Два момента... Это... Понимание в каком возрасте я нахожусь сейчас... Я нахожусь в возрасте Земли... И... Это китайский... Китайская система... Поэтому... Важно знать там... Год по китайскому календарю... Это 12-летние циклы... В дизайне они очень важны... Потому что это возврат Юпитера... Так называемый... Тоже очень важно... Где происходит расширение... Когда мы входим в свой элемент... А год... Который, например... Будет... 24-й год... Это дерево... И это год дракона... И... Понимание... Что мой элемент металл... Я родилась... В 90-х... Это... Металлическая лошадь... Белая... И вот понимание... Что у меня есть металл... И вот противодействие... Что мне важна земля... Как предыдущий элемент... Что я могу выходить в воду... И понимание своего возраста... Цикла... Мне очень помогло... И у меня это до сих пор... Распаковывается... И Ира будет... Для тех, кто останется в чате... Давать сессии индивидуальные... По УСИН... С элементами... Поэтому вопросов у меня нет... У меня есть восхищение... И мне интересно... Как это будет... Как нейрографика может сбалансировать все пять элементов... Мне кажется, это очень круто... Так что у меня отклик такой... А встать на колесо можно только... Да... Катерина... Ой, извини... Ира, у тебя немножко запаздывает аудио... Мне кажется, телефон немножко... Это поднапрягся... Может быть, выключить видео... Когда... И просто говорить голосом... Сейчас, по крайней мере... Давай... Да, Оля, повтори, пожалуйста... Свой вопрос... А встать на колесо... Надо обязательно начинать с дерева... Или можно... Вот сейчас... Например, зима, вода... И можно сейчас прям начинать... Ну, если полностью проработать... Например, физиологически взять и проработать все тело... То это, конечно, лучше с весны... И прям поэтапно двигаться... Ну, и прямо сейчас уже можно... Ну, поддерживать там свои почки... Сейчас у нас получается элемент вода... И он как бы... Это почки, и это холод... Ну, то есть почки не любят холод... И можно... Ну, то есть не даром... Теплые носочки... Или там повязанная какая-то шаль на пояснице... То есть это нужно работать с холодом... То есть его балансировать как-то... И страхом... То есть зима... И такая еще история может быть... Что могут, например... Начать там ныть кости... Это такое движение уже куда-то в дерево... То есть помимо того, что желчные пузыри... У нас еще в дереве это кости, сухожилия... И вот какая-то типа опорно-двигательная вот эта вот вся структура... Можно... Ну, если нет потребности себя исцелить полностью... То можно просто знать, что сейчас... Вот в этот период зимы... Например, важно поддерживать почки и мочевой... Или там осенью поддерживать легкий и толстый кишечник... Для того, чтобы оздоровиться, нужно встать на колесо и как бы пойти какой-то детокс весной... Потом напитать себя в сезон дня витаминами и минералами и всеми микроэлементами... То есть прям наесться, накормить клетки, накормить тело... И, соответственно, этого запаса... Это очень короткий период... Я сама была в шоке, что я могу накормить тело... То есть май-июль... Два месяца напитать тело... И вот это вот все, что там есть... Оно распределяется на весь оставшийся сезон... Оно распределяется на землю, на металл и на воду... То есть все, что мы за два месяца накушали... Оно потом все используется как ресурс для тела... Вот... Ну и, соответственно, я вижу важным провести какое-то... Запустить очищение весной... Накормить в начале лета... И потом, соответственно, поддерживать уже эти системы... Ну, какими-то любыми способами... То есть это могут быть какие-то добавки или какие-то занятия... Я думаю, что я на индивидуальные... Какие-то рекомендации дать, если будет какой-то запрос... Потому что если все рассказывать... То это еще у нас полчаса времени пройдет... Как будто бы... Как будто сейчас я хотела просто... Вот это колесо взять нарисовать и погрузить в нас, чтобы оно как-то заработало... А потом, возможно, после личной встречи еще раз этот алгоритм уже нарисовать... И там провести диагностику... То есть я, например, сейчас не даю то, что Катре не дала на сессии... Мы не считаем, кто мы по году рождения... Или какой там сейчас мы переживаем элемент... То есть если у вас хватает внимания... Конечно, сейчас понять, в каком элементе вы по возрасту... И в каком элементе мы сейчас по сезону... По сезону мы в воде... Соответственно, по возрасту... Ну, каждый там в каком-то своем элементе... Минтем...